Всем привет, с вами Андрей, у нас гриблеры. Змерзлина говорит, вы победили в битве, но война остаётся за мной, грязные гриблеры. Мякиш говорит, вали отсюда, гадина. Вот вам мой подарочек на прощание, ещё увидимся, коротышки. Крокси, уверен, что этот день историки назовут как День Победы имени Мякиша. Мякиш, День Победы, скорее День Краха. Всё, ради чего мы сражались, разрушено. Не всё, брат, древо всё ещё живо, и мы тоже. Крокси, вместе мы найдём выход, я просто уверен в этом. Так ведь, Мудрич? Крадич говорит. Кстати, Мудрич, ты как-то рассказывал про свою внучку-волшебницу. Крокси, да-да, якобы её учат превращать снег в воду в магической академии. Мудрич говорит, внучка, ах, гордесса, горди, а это идея. Просто дождитесь следующего хода. Ну, мы стоим, откровенно, очень далеко по местности, поэтому нам нужно быть как можно ближе к этому, к лагерю, к нашему. Поэтому просто бежим в лагерь. А учитывая то, что мы стоим на льду, у нас есть шанс приморозиться, поэтому нам нужно как можно быстрее свалить, чтобы не приморозиться. Вот. Посмотрим, что у нас в лагере. У нас ещё одна бомба лежит. Нам её некуда класть. Чё тут еда лежит? Понятненько. Четыре мало. Четыре мало. Бомба. Ух, ни хрена, бомба 6. Уху-ху-ху! Шикарно. А таблетки? Таблетки 5. Отлично. Делаем, получается, корни. Корни, в свою очередь, соединяем с травой. Ну, получается, с цветком, получается, специи. А специи, в свою очередь, можно будет соединить, например, ещё с защитой для крокси. Например, вместе соединить их. Вот таким вот образом. И сделать ещё одну защиту для крокси. У нас, видимо, скоро будет новый персонаж. Конец хода пропускаем, да. Крокси. Итак, Мудрич, что там за история с твоей внучкой? Мудрич. Внучка, штучка, гордесса розовая, дочь короля гордича. Та ещё и фифа. Крокси. Так у нас в родственных связях с самим гордичем грозным? Мудрич. Эх, болды зельные, перед тобой верховный жрец древнего царства лично. Нифига себе. Крадич. Ух ты, а ну-ка покажи фейерверк. Мудрич. Увы, и ах, мой юный друг, всё ещё давно забыто. Тебе может, тебе, тут тебе больше поможет мякиш. Крадич говорит. А твоя внучка, она ведь учится в школе волшебников, она умеет фейерверки? Мудрич. Умеет она, конечно. Эта лоботряска обещала навестить меня ещё на прошлой неделе. Горди. Так, вот же я, дедуля. Ты что, с дерева рухнул, родную кровь не узнаёшь? Мудрич. Горди, радость моя, добро пожаловать, знакомься, это Гриблер. Гриблер, это Горди. Горди. Привет, хлюпики, как вы? Небось, все орехи для моего деда перетаскали. Мякиш. Ох, барышня, это самое тяжёлое в моей работе после паутины. Крадич, какая симпатичная. Так что, ты вправду умеешь превращать лёд в воду? Скорее, лёд в воду. Хочешь, покажу? Лёд в воду, вау, говорит Крадич. Горди, в этом я профи, мелкая ты дурачина. А ещё я умею делать ловушки, говорит Горди. Крадич. Ловушки, это может нам пригодиться для защиты Древограда. Поможешь? Покажешь? Как пчелу ощипать, говорит Горди. Сначала мы должны взять кусок железа. Помогите Гордессе создать и установить ловушку на карте. Собственно, Гордесса у нас теперь новый член, новый персонаж, который у нас в Древе обитает. Наша задача как можно быстрее прибежать в лагерь, потому что количество монстров, которые будут здесь находиться сейчас, оно будет просто кошмарное. Поэтому нам нужно как можно быстрее прибежать в лагерь. Обратите внимание, у Горди 0 защиты и 6 единиц инвентаря. У него розовый инвентарь. Розовый инвентарь, значит, если у него 0 единиц защиты, значит, мы ей будем прокачивать защиту. Чтобы прокачивать защиту, мы дадим ей щит. Обратите внимание, тут появилась новая, так называемая, волшебная палочка. Это делается из слитка золота и сапфира. Базовое оружие мага позволяет замораживать неприятелей на одни сутки, что очень полезно. И смотрим дальше. Появился балахон для Горди. Это дает 3 единицы защиты. Это золотое жерелье нужно и стальной щит. Ну и все, собственно. Ну и также ловушка. Ловушка делается из, получается, железной руды. Эта ловушка способна достаточно серьезно поранить монстра. Можно установить не более 6 ловушек одновременно. На самом деле это очень полезная вещь. И она в целом. Дом принцессы Гордии поселилась в неясно откуда появившемся замке. Она потенциально сильный маг и крайне непростой персонаж. На самом деле она очень полезный персонаж. И насчет ее силы я бы, конечно говоря, поспорил. Собственно, у нас присутствует некоторое количество снаряжения. Можно его выдать ей как раз. Собственно, для улучшения ей нужен сапфир, стекло. Отдали стекло и сапфир. Также, получается, нам нужно для нее... Она не выйдет, пока мы не соберем для нее, собственно, сет оружия или еще лучше брони. У нас присутствует еще один сапфир. Нам нужен слиток золота. Слиток золота у нас делается из двух золотых руд. Две золотые руды может у нас собрать, собственно, наш любимый мякиш. Соответственно, наш любимый крокси пойдет обратно. Потому что руда нужнее будет для нас. Очень много дерева. Обратите внимание. Но дерево наш крадич добыть не сможет. Поэтому нам нужно его максимум только покупать. Динамиты у нас также присутствуют. Их уберем в инвентарь. Чтобы они не отсвечивали. А как вариант, кстати говоря, золотую монету продать за что-нибудь. Например, на том же рынке. Она стоит 9 единиц монет. Это прям очень много. Надо будет ее продать как-нибудь. Чтобы она просто освободила место для нас. А, собственно, разгребаем свой инвентарь, чтобы просто было чуть больше места. Также мы... Я хотел ей выдать щит. Для чего щит? Чтобы у нее была возможность... Кстати, у нас для нее улучшение нужен кварц. Чтобы сделать щит, нам нужно, собственно, две доски собрать. Две доски. А, у нас, в принципе, одно бревно есть. И вот, собственно, еще бревнышки. Возьмем отсюда из грядок чуть-чуть. Ну, нам не хватило, да? Да, нам пока не хватает. А это сколько у нас? Вот, три. Три на три, собственно. Это у нас одна единица щита готова. Осталось, собственно, еще одну травинку подождать. Крадич, в свою очередь, может, в принципе, посмотреть вокруг. Обратите внимание, пауки зареспаумились. Причем еще есть один сильный паук. Ну, я бы не сказал, что ткач ловит гриблер, потом кушает с аппетитом. Блин, вот нам не повезло. Пропускаем ход, потому что в городе ходить не будет. Она без защиты, без ничего. Собственно, крадич за два хода убирает этого паука отсюда. Ну, скажем честно, отсвечивающий паучок. Крадич начинает атаковать паука. Это у нас, получается, потомство хлада. Да, хладик, разгневанный отпрыск его. Мякиш собирает золотую руду, потому что она нам понадобится для, получается, нашей горди. Горди, в свою очередь, скорее всего, может всякие травы собирать, не травы. Поэтому она может, не теряя ход... А, ну она даже травы собирать не может. Ха-ха-ха! Офигеть! Вы видите это, да? Она даже траву собирать не может. То есть, и горди в этом вопросе, конечно, у нас слабовато. То есть, все гриблеры могут собирать, а она не может. Собственно, пропускаем ход. К нам идет паук и хладик. Скорпиона мы убили, точнее, паука мы убили. Идем к этому... К Рокси и бежим к этому... К Скорпиону, чтобы они между собой начали драться. Нам подсказывают то, что у нас есть возможность перезарядить нашу тепличку. Благодаря нашей тепличке мы сможем купить одну деревяшечку, которая в свою очередь... Точнее, у нас получается бревно, если не ошибаюсь, называется. Чтобы сделать доски, да. Упустите внимание, тут не было паутины, она уже нарисовалась. Мякиш собрал и бежит... Собственно, обратно, потому что его очень сильно нужно присутствие. Ну и плюс, сейчас враги со всех сторон полезут. Нам нужно быть готовым. Ну, Скорпион сейчас на следующем ходу упадет. У него нет особо вариантов. Обратите внимание, еще один хладик идет, который... Это тот самый недобитый, которого мы не добили в прошлый раз. Сейчас мы его добьем за два хода. Что касаемо Крокси, он бьется со Скорпионом и лечится. Это паутина, блин! Ну, паутины, значит, пойдет только наш любимый этот. Крадич распутывать его. Ну, у Крадича не дают ему никак уйти. Золотая руда собираем. Бежим в лагерь. Так, у нас, получается, две золотые руды. В свою очередь, дают нам золотой слиток. Который, в свою очередь, нам даст возможность дальше двигаться. Два золотых слитка, в свою очередь, нам дадут возможность золотой... А! Золотой слиток с веревкой. То есть, нам нужно еще веревку сделать будет. Ага, ясненько. Крадич, в свою очередь, бежит... Освобождать Крокси, иначе Крокси будет очень больно. Горди пока стоит, потому что у нее нет защиты, и она просто очень быстро откиснет, если она пойдет куда-то. Поэтому не будем рисковать Крокси. Точнее, Горди. Она же Горди? Да, она Горди. У Гриблеров появилась девчонка. Собственно, перезаряжаем нашу тепличку. В идеале, конечно, собрать, но тут, видите, два нужно. Да, это очень много. Пока мы не можем этого сделать. Чтобы нам закрыть ее, нужен Кварц. Кварц для... Нужен мякиш, чтобы пошел. Тут буквально два шага до Кварца. Горди пока отдыхает. У нас перезарядилась тепличка. Тем самым мы можем сделать щиток. По крайней мере, она не такая теперь тонкая будет. Щиток делается из двух досок. По крайней мере, теперь Горди будет потолще немножко. У него хотя бы одна единица защиты есть. По крайней мере, уже прогресс. Прогрессируем. Также Горди нужно большое количество железа. Собственно, железные руды, которые я делал, и для ловушки идет. Крадич, в свою очередь, бежит освобождать Крокси. Потому что его паутина сковала. Мякиш, в свою очередь, бежит за Кварцем, который необходим для прокачки. Горди. Горди, это, напомню, наш новый гриблер, который у нас присутствует. Пропускаем ход. Горди пока стоит. Мякиш собирает. Кварц. Пока возвращается она в лагерь, он, потому что нам пока не актуален. Чтобы его не убили, потому что тут очень много монстров зареспаумилось. И нам важно, чтобы они никуда не наступили. И чтобы мы... Вот обратите внимание, еще одна паутина. Если бы мы ее не сняли, пошли бы к Роксикам. Мы бы пришлось бы нам снимать ее. Подходим поближе сюда. Отсюда вышли пауки. Точнее, скорпионы. Отсюда вышли. Поэтому наша задача... Горди, кстати говоря, может... А, Горди не может забрать. Золотой слиток, в свою очередь, мы можем сделать... Сделать... Золотой слиток с веревкой. Он, получается, дает нам золотое жерелье. Золотое жерелье нужно для балахона. Который делается из досок и стали. А сталь, в свою очередь, делается из двух железных руд. Соответственно, нам нужны железные руды. И доски. И для этого мы... Вот так вот сделаем. Чтобы у нас было нужны необходимые компоненты. Ловушку можно сделать, но она нам пока без надобности. Поэтому мы просто будем продолжать. Собирать. У нас, кстати говоря, не перезарядили мы тепличку. Теперь перезарядили. Посмотрим, что для ее посоха мороза нужно для Горди. Посох мороза Горди. Так называемая волшебная палочка. Нужен, получается, слиток золота и сапфир. В свою очередь. У нас слиток золота и сапфир есть. Мы можем создать для нее палочку. Мы создаем для Горди палочку. Теперь она, по крайней мере, с палочкой ходит. У нее теперь одна единица урона присутствует. Теперь важно ей создать, во-первых, сюда принести кварц, но на следующем ходу сделает наш мякиш. Также нужно ей сделать, собственно, золотое жерель, который тоже делается из слитка золота и веревки. А потом, в свою очередь, нужно еще сделать стальной щит, который делается из дерева и железа. Но наша Горди пока слабовата. Проблема в том, что если она ничего не может, может собирать, она даже ягоды не может собирать, обратите внимание. Вот насколько ленивая Горди, а? Ёлы-палы, блин, а? Представляете, она даже ягоды собирать не может. А что может... Кто не понимает о ком, я говорю, Горди это наша новая, так называемый наш новый гриблер, который у нас присутствует. Вот. Она маг, но она не хочет подбирать ни один предмет вообще принципиально. Да, обратите внимание, она просто не хочет их поднимать. То есть, все гриблеры поднимают, а она принципиально не поднимает. То есть, она не собиральщик, а она так, массовка, видимо. Горди чищет логово этих скорпионов. Крокси тоже желательно найти это логово. Но здесь его, скорее всего, нету, поэтому... Мякиш бежит в лагерь. Вытаскивает кварц. Также у него присутствует сапфир. Прокачиваем логово Горди. У него теперь второй уровень, тем самым она немножко усилилась. Тут тоже нужен сапфир и большое количество золота. Поэтому будем искать золото в большом объеме. Для этого нам нужно мякиш отправлять за золотом. Золото в большинстве случаев приспамится где-то на окраинах, потому что вплотную его очень трудно найти. Но опять же, мякиш одному ходить очень опасно. Поэтому ближе к основным гриблерам держимся. Крадич, в свою очередь, начинает открывать местность. Наша задача открыть максимум, чтобы мы смогли увидеть, и наш мякиш смог пробежать дистанцию. Вот, например, он нашел сейчас сапфир. Но он, правда, нам особо не нужен, но все же само наличие. Здесь пауков нет. Единственное, только в углу он там. Самый угловой. Сейчас посмотрим, есть ли. Что касаемо Горди, ее посох имеет свойство. Базовое оружие мага позволяет замораживать неприятелей на одни сутки. Соответственно, это очень сильная палочка. То есть она, по идее, может вообще в соло ходить. У нее 5 хпс. Самое интересное, что у наших, правда, побольше здоровья, но все же. У нас уже 2 единицы защиты, что продуктивно. Но нам, опять же, нельзя наступать на всякие ловушки. Если ее будут атаковать раньше, то есть первые, то мы в минусе будем. Обратите внимание, слезняк идет. Слизняк. Мякиш собирает кварц. Не кварц, а этот сапфир. Крадич бежит убивать слизняка. Городи, конечно, с ним справится, но, опять же, нам не нужно ее подставлять, потому что удар, конечно, она выдержит, и не один, может быть, даже. Но нам лучше лишний раз ее не подставлять. У наших ребят побольше пока толщина, поэтому, вот, например, у того же крадича толщина 5, защита. А у нашей горди всего лишь 2 единички. То есть, я думаю, разницу вы чувствуете. У нас перезарядилась тепличка. Опять ее закидываем, пускай. Перезаряжается. Наш мякиш готов куда-то идти, но проблема в том, что в темноту идти нельзя, ни в коем случае. Поэтому собираем пока дерево, которое у нас присутствует, есть на следующий ход. Обратите внимание, на нас слезняк напал. Някиш собирает дерево. Мы убили слезняка крадичем. Посмотрим, где там логово присутствует. Там где-то присутствует логово 100%, нам нужно его открыть. И желательно в горди не ходить без разведки, потому что это будет очень тяжело. Если мы опять кого-нибудь из гриблеров потеряем, опять ждать, пока они восстановятся. Это очень долго. Крокси, наверное, вверх стоит идти. Что касаемо нашего мякиша, в принципе, ему, наверное, стоит... И ещё, если есть дерево какое-нибудь, собирать, чтобы у нас была возможность. Можно собрать орешек, чтобы у нас был плюс один ход. Собственно, новая неделя у нас. Перезарядилась тепличка. Это нам говорит о том, что мы сможем сделать, получается, собрать ещё немножко дерево. Либо, если нет дерева, можно собрать ещё немножко зод руды. Она как раз тоже 2 единицы. То есть, как раз из травы мы её сделаем. Мякиш, в свою очередь, может бежать, собственно, в лагерь. Посмотрим, у нас тут ещё один плюс сапфир появился. Сапфир пока нам стоит выложить. Потому что это крайне редко используемый ресурс. Он, конечно, очень ценный. Посмотрим, что нужно вообще для горди, для прокачки её здания. Нужно очень много золота. Посмотрим, что... Да, тут нужно, получается, 2 слитка и верёвка. И всё, если не ошибаюсь, да? Да, 2 слитка и верёвка. То есть, и тогда у города побольше здоровья будет, побольше защиты. И главное, что главное, побольше скорости. То у неё пока 2 единицы скорости. Ну, скажем честно, она очень посредственно выглядит. Но она как вспомогательный герой пока она может себя очень сильно показать. Вот, например, сейчас, если у нас зареспаумится... У нас, кстати говоря, и сразу верёвка продаётся. То есть, мы можем за... Когда выбьем логово, сможем сразу забрать верёвку. Мякиш, в свою очередь, посмотрим, всё у нас исследовал мякиш. Да, мякиш у нас всё исследовал. У нас есть две. Нам нужны, получается, доски и сталь. То есть, нужна железная руда. Железная руда у нас пока не готова. Поэтому мякиш, наверное, постоит. И, по идее, на следующем ходу он сможет сделать сталь, которую мы для щита будем делать. И щит уже, в свою очередь, будем перекрафчивать в балахон, который нужен золотой жерель. Но, опять же, нужно много золота. То есть, если вы будете играть, вам нужно копить и много золота. Чтобы вот такого недостатка, как в моём случае, не было. Потому что вам так будет проще. Вы поменьше времени потеряете. Собственно, делаем щит. Щит, он пока не актуален. Он как бы идёт для Крокси, но у Крокси лучший щит в данный момент. Но стальной щит, вместе с золотым ожерельем, нужен для балахона городе. А тут нужен свиток золота и верёвка. Собственно, пока щит оставим. Поищем, может, у нас где-то есть в радиусе. Золото, не золото. Если у вас есть урон, ну, то есть, баф на урон, конечно, лучше его выпить. А так мы начнём расстреливать логово. Посмотрим, работает ли её заморозка в городе на это строение. Да, обратите внимание, её заморозка работает. И у неё по одной единице урона. Но мы, видите, мы сами замёрзли. Ну, хорошо, хоть у нас по хп не пробили. Заморозка-то она в львово ещё пройдёт, который вешается. Мы нашли золотую руду, отлично. То есть, наш мякиш бежит к роксе и к золотой руде, чтобы забрать её была возможность. А в свою очередь, наш любимый кроксик отходит, чтобы была возможность забрать её. Мы нашли ещё один сапфир заодно. Не знаю, по-насу он не понадобится, посмотрим. Мякиш бежит, забирая золотую руду, которая нам очень нужна. Она нужна для прокачки в городе. Крокси, в свою очередь, исследует местности, в частности её окраины. Окраинничество, в свою очередь, разрушает логово. Собственно, мы разрушили логово. На следующем ходу заберём верёвку. Благо, она лутаемая. Блин, а верёвка исчезла! Ну, вы сами всё видели, мне просто не хватило одного. Ну, а куда деваться? Будем, значит, искать другой у вас способ найти верёвку. Да, не повезло, конечно, нам. Крокси, в свою очередь, исследует, смотрит наличие пауков, скорпионов, таких вот тяжёлых ребят, которые могли бы нам очень сильно подпортить игру. Кранищик исследует местность, чтобы Горди могла спокойно ходить, у неё защита, скажем честно, посредственная. Горди сильная, но она используется для ситуативных пробивочек, поэтому она не всегда для нас может быть полезной. Пропускаем ход. Пропускаем ход. Ходит наши крокси. Крадич вместе с Горди ходит, они исследуют. Мы видим ещё одно логово. Это логово скорпионов, насколько мне известно. Да, ядовитые жалы, это и есть скорпионы. То есть, это очень тяжёлые ребята. Если они зареспаумятся, нам будет очень больно. Поэтому Горди должны как можно быстрее вместе с крадищем уничтожить это логово. Перезаряжаем, как говорится, нашу тепличку. Забрать мы пока ничего не можем отсюда. Крадич в очередь начинает расстреливать логово. За, получается, несколько ходов она вас снимет. Горди уже походила. Крокси, в свою очередь, исследует местность. Пока пусто. В этом вопросе нам везёт. Ни слезняков, никого не видно. Опять тепличка перезарядилась, перезаряжаем её. Мякиш смотрим, есть ли у нас что зареспаумилось. Ничего у нас не зареспаумилось. Я предлагаю подтащить мякиша поближе к нам, чтобы была возможность у нас сразу же забрать. Крадич начинает расстреливать. Точнее, продолжает расстреливать. На следующем ходу мы заберём логово. И тут зареспаунулся Скорпион. Неожиданно вообще. Но заодно сейчас проверим способность Горди. Слиток золота только ручной сбор. Мякиш уже, скорее всего, не успеет. Но он в любом случае может быть полезен, поэтому подтаскиваем его поближе. Пропускаем ход. Ой, бедную девчонку убили. Перезаряжаем тепличку. Но она тоненькая, поэтому она и постоянно падает. Забираем слиток золота. На следующем ходу мы передадим его мякишу. Чтобы тот, в свою очередь, уже шёл дальше. Мы нашли ещё один железный слиток. Но нам нужно мякиша сюда тащить. Отдаём ему слиток золота. И тащим мякиша обратно в лагерь. У нас, видите, нам не дают. У нас холод висит постоянный. Обходим. Потому что мы здесь пройти не сможем. Только летающие существа. Крадич, в свою очередь, может доисследовать дальше. У нас перезарядилось. Крадич продолжает исследовать, чтобы у нас была возможность увидеть всё. Кроксик просто бежит ближе к базе. Но его, видите, заледенели. Из-за этого Кроксик пропустил ход. Мякиш, скорее всего, не успеет. Попробуем, конечно, за железной рудой добежать. Ну да, нам такими темпами не успеем добежать за железной рудой. Я думаю, мы же зареспаумим Горди. И на этом закончим. Ну, мы, наверное, оттуда не добежим. Я предлагаю забежать. Создать. Посмотрим, как балахон создаётся. Балахон из золотого жерелья. Для этого нужна верёвка. Но у нас нет возможности вытащить верёвку. Но верёвка, как вы видели, исчезла в самый последний момент. То есть мы просто не были готовы к этому. Поэтому золотое жерелье мы создать не можем. Но нам нужно выложить как слиток золота, так и железную руду и собственное сапфир, который крайне редкая вещь. Очень много льда. Ну, у Крадича иммунитет на лёд, потому что он ни разу не попался. Все остальные замораживаются. Не замораживаются. Крадичу всё равно на этот вопрос. Единственная проблема в верёвке. Но её очень трудно найти нам будет. Нам придётся где-то, видимо, опять её искать. Делаем, достаём железную руду. Для чего? Чтобы у нас была возможность сделать потом ещё железо. Железо, оно понадобится для, собственно, принцессы, так называемой, в большом объёме. Поэтому очень важно иметь хотя бы десяточек этого железа. Собственно, наша принцесса на следующий ход зареспаумится. Пропускаем ход, я думаю. Наша, собственно, в городе проснулась. Ей можно отдать её же капканы. Обратите внимание способности. У неё ловушка. Также терраморфлинг возрождает жизнь на безжизненной земле. Требуется песня жизни и снежная территория. Но у нас пока нет возможности терраморфлинга. Удар мага заставляет врага постоять и подумать над своим поведением. Требуется волшебная палочка. Но постоять и подумать, это имеется в виду, он просто замораживает его. Что касаемо здесь, здесь опять же нужно очень много золота. Золото. Ладно, я думаю, мы на этом пока с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok